Здравствуйте! В эфире «Вечер вместе» я, его ведущая, Татьяна Кобзарева. День Победы мы встречаем вместе с заслуженной артисткой Воронежской области Ольгой Черковой. Ольга, здравствуйте! Спасибо, что вы к нам пришли. Здравствуйте, очень приятно. Ну, День Победы вы встречаете на сцене Воронежской филармонии, в том числе и 10 и 11 мая. Там пройдут большие концерты. Давайте поговорим, что это будет за концерты, кто в них принимает участие, какая программа. Конечно же, 9 мая, День Победы, это для всех нас великий праздник, священный праздник. И для меня и для моей семьи это главный праздник страны. Поэтому я с особым трепетом всегда подхожу к выбору репертуара, который будет звучать. И 10 и 11 числа наши дорогие воронежцы и гости нашего города услышат самые популярные, самые любимые песни о победе, песни весны. Песни, написанные после уже нашей Великой Победы, замечательными нашими композиторами советскими. Также будут звучать композиции и современных композиторов. Мы с вами об этом поговорим. Оля, а как формируется вообще программа? Вот кто за это отвечает? Можете ли вы внести свою лепту и сказать, хотелось бы мне спить журавлей, например? Вот бывает такое? Ну, во-первых, я хочу сказать, что для меня большая честь и радость выступать вместе с нашим прославленным Воронежским академическим симфоническим оркестром. Дирижер Игорь Владимирович Вербицкий. И это, конечно же, большая радость. А также стоять на сцене вместе с прекрасным певцом Владиславом Бирюковым. Мы уже не первый год вместе сотрудничаем. И я очень рада, что сегодня вновь у нас получился такой проект замечательный. Репертуар подбирается очень тщательно, как я уже сказала, потому что, вы знаете, как интересно, много песен, написанных военных, в общем-то, либо от среднего, либо от мужского лица. Вот это интересно. И как вам приходится здесь лавировать? И здесь мы столкнулись с такой непростой ситуацией. Просто когда на сцене два исполнителя, и мужчина, и женщина, хотелось бы, конечно, от лица женщины исполнить больше лирики женской, как, ну, женщина в тылу, это же не меньше защитница, да, чем наши воины. Потому что она растила, она воспитывала детей, она ждала, она хранила очах. Поэтому мы подобрали и нашли песни для меня. Какие? Вот, дорогие зрители, вы услышите, ну, вот, допустим, одна из песен, которая актуальна будет во все времена. Несмотря на то, что они написаны очень давно, вот такая, например, песня «Как довоюй, родной». Она была написана 50 лет назад Евгением Птичкиным. Исполняла ее, первой исполнительницей была Людмила Гурченко. И, понимаете, там такие слова трепетные, которые сейчас отражаются в наших буднях. К сожалению, в наше непростое сейчас время для России, да. И я вот могу даже кусочек исполнить. Да воюй, родной, да терпи, родной, Не давай вздохнуть злому ворогу. Вы за нас горой, мы за вас стеной, Все у нас с тобой нынче поровну. Женщина в тылу, мужчина на передовой. В общем-то, это всегда вот такая тема, да, для песен. Оля, вот такие композиции, они, ну, скажем так, Не слишком что ли известны, не на слуху. Вот вам пришло что-то выискивать, То, что мы услышим, ну, не то чтобы впервые, Но не так часто это приходится слышать, Вот такие композиции было, вот когда вы подготавливали программу. Ну, вот, допустим, вы в этом концерте услышите песню, Которую вы не слышали ранее. Я думаю, что это песня нашего современного композитора Александра Ермакова «Не грусти, казачка, я вернусь живой». В общем-то, казаки-то какое активное участие принимали, да, В нашей Великой Отечественной войне. Да много композиторов. Вы знаете, я хочу сказать, что в связи сейчас Со специальной военной операцией Невероятное количество, я как певица, я это наблюдаю, И невероятное количество песен появляется о войне, о службе, О поддержке наших ребят, наших современных авторов. Современные авторы, они откликнулись или пишут? Откликнулись. У меня великое множество писем и песен, Которые сейчас я отрабатываю, Это песни и рязанских композиторов, и липецких композиторов, Присылаются очень много. Конечно же, не все как бы усваивается, Потому что, ну, это специфика певицы и автора и так далее. Но очень много. И нам очень отрадно, приятно, Что вся страна, всей своей душой, Всем своим сердцем сейчас в этой ситуации, И так же, как и много-много лет назад, В Великую Отечественную войну, Мы все вместе, мы едины, и мы никогда не будем победимы. Оля, вот эти современные композиции, как вы думаете, Они станут нетленными, станут классикой? Как вот те произведения, которые вы исполните на концертах? Время покажет, конечно, время ставит все на свои места. Но я думаю, что очень многое зависит от первого исполнения. Если авторы сошлись, то есть композитор, автор слов и исполнитель, Это вот три составляющих. Если все во вселенной вот это сошлось, То эта песня будет жить очень долго, на века. Есть те композиции времен Великой Отечественной войны, Которые вот ваши любимые? Я понимаю, что можно бесконечно перечислять, Мы на этом выросли, Это наш, наверное, такой уже в крови, Это все у нас. Но вот то, что вы больше всего любите исполнять, Может быть, лирику, Может быть, больше такая патриотика. Ну, вы правильно сказали, что тут сказать любимых песен. Я думаю, что истинный патриот и гражданин вообще своей страны. Я с большим уважением и низким поклоном к нашим ветеранам, К нашим защитникам. И ведь в основном песни послевоенные были записаны теми людьми, Которые прошли эти нелегкие годы. И у меня есть какие-то песни, которые хорошо у меня получаются. Но я думаю, что сейчас, наверное, мы должны, конечно же, отметить, Тем более в этом году 95-летие отмечает Александр Пахмутов. Да, поклонимся великим тем годам. Это нетленная песня. Это гимн, это священная песня. Понимаете? Я также буду в концерте исполнять песни Григория Пономаренко «Растет в Волгограде березка». Владислав Бирюков будет исполнять майский вальс. «Ехал я из Берлина», «Вместе мы споем Катюшу», «Закончим Днем Победы». И вообще, вы знаете, надо сказать, что мне очень приятно, что мы уже как традиция пошла, из года в год мы встречаемся 9 мая вот в таком составе. Наш симфонический академический оркестр Игорь Владимирович, Вербицкий, маэстро наш, Владислав Бирюков и я. И в том году мы на 9 мая уезжали в Сочи, выступали в зале «Сириус» с военной программой «Песни весны и победы». И сейчас вы тоже есть. И сейчас мы добавили новые песни для наших воронежских зрителей, любимые наши. Мы для вас покажем эту программу. Причем будет два дня. Я думаю, что все желающие успеют посетить наше мероприятие. Оля, каково это вообще вам сегодня подходить к песням, которые исполняли Клавдия Шульженко, Людмила Гурченко? Вот эта ответственность на вас накладывается? Подступиться к этим произведениям, исполнить их так, чтобы ни в коем случае не хуже это было? Есть такая доля ответственности на вас? Есть такая доля ответственности. И я вообще считаю, что для этого и есть время подготовки. Для того, чтобы ты должен через себя все это пройти. Если это твоя, если она здесь в сердце у тебя осталась, в общем-то, есть эталоны, как Людмила Георгиевна Зыкина, которые, правильно, как Клавдия Шульженко и многие другие исполнители. Мы, конечно же, ни в коем случае никогда не будем такими же, потому что это непревзойденные люди. Но мы по-своему в свое время уже, в наши годы, через свое сердце, через свой возраст, через свое окружение мы понимаем, как это мы исполняем со всей любовью. Конечно же, не все песни, поверьте, которые хотелось бы исполнить, они получаются. И это вполне нормально, потому что мы живые люди. Но те, которые действительно входят в нас, то они звучат уже по-новому. И я думаю, что тоже найдут отклик в сердцах наших зрителей. Мы с вами начали говорить про современных авторов, которые пишут и на тему Великой Отечественной войны, и на тему специальной военной операции, я так понимаю, что тоже пишут. Есть произведения, которые посвящены именно сегодняшним дням. Не относят нас там в те годы роковые-сороковые, а вот на сегодняшнее время. Да. Я хочу сказать, что я не буду сейчас перечислять конкретно авторов, но я очень много раз была в Луганске, на Донбассе я была много раз. Сейчас я выступаю и в воинских частях, и перед военными, которые уходят на передовую. В общем-то, это те люди, которые невероятного мужества, надо сказать, и это наши современники. И сейчас пишутся песни как раз моими ровесниками примерно, которые уже побывали на фронте, которые вернулись, которые знают все тяжбы происходящие там. И эти песни существуют. И эти песни я пою. Их немного, но... Пока, наверное, немного. Пока немного. Я еще же говорю, что, знаете, когда вот несколько... Вот два года назад невероятно был шквал, поток просто. Видимо, народ был на таком эмоциональном подъеме. Все-таки ситуация сложная, да. Россию мы защищаем любимый, поэтому кто как, да. Мы, артисты, мы это можем со сцены, песни какой-то патриотической, да. Люди, которые авторы, композиторы, они в своем. И очень было много написано. И поверьте, что как-то вот все отсеивается, отсеются остаются те, которые действительно проникают. Ну, это же хорошо, что много песен пишется, дай бог. Поэтому, конечно, но надо честно сказать, конечно же, когда ты выступаешь перед военными, которые вот только-только вернулись с поля боя, у меня это было. Порой, может быть, они и сейчас не вовремя услышать какие-то песни, да, о войне, хочется что-то порадужней. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть. Ты же выжил. Вот такие вот, понимаете, я вернусь живой, не грусти, казачка. Вот такие песни, они сейчас, понимаете, они близки по духу нашим ребятам. С каким зарядом вы выходите на сцену в эти дни праздничные? И вообще, вот когда вы выступаете перед военными, вот как вы себе, что вы себе говорите, чтобы выйти и дать вот этот вот заряд людям, поделиться, наполнить их вот своей энергией? Откуда это все, Оля, берется? Ну, я хочу сказать, что я как бы дитя своих родителей, а родители у меня послевоенные люди. Я внучка тех бабушек и дедов, которые прошли войну. Со стороны мамы у меня дед всю войну прошел танкистом. В 43-м он был ранен и был участником встречи на Эльбе. То есть полностью прошел. И я знаю это не понаслышке. У нас это в семье. Поэтому для меня бессмертный полк, это мне есть о ком рассказать. И поэтому в моей семье праздник Победы, 9 мая, это священный праздник, это великий праздник. Мы преклоняемся перед невероятным просто мужеством наших бойцов, наших девчат, наших ребят, всех-всех. И, конечно же, они для нас большой пример. И мне хочется сказать, что в своих песнях мы сегодня и с Владом будем уже как бы от своего поколения рассказывать, что мы тоже бойцы, мы тоже. Если что, мы тоже на передовой. Оно так и есть. Это так и есть. Оль, но я знаю, что у вас грядет ваш сольный концерт в конце мая. Будет ли включена в его программу тоже военная тематика? Расскажите немножечко об этом. 22 мая ансамбль «Отрады» и я дадим праздничный концерт мою 25-летию творческой деятельности. И, в общем-то, мой день рождения в этот день будет. Поэтому мы решили показать в этой программе такую палитру вообще из песен, которые всю жизнь меня сопровождают. Это песни и воронежские, и частушки, и народные, и романсы, песни современных композиторов. Также, конечно же, «Май» — это, конечно же, он означает победоносный такой, девятый. Конечно, там и будут песни, посвященные Великой Отечественной войне. Я затрону все жанры. Поэтому я с нетерпением 22 мая жду вас. Я думаю, что будет интересно. Но те люди, которые по каким-то причинам не смогут прийти, я знаю, что Воронежская филармония, она выходит. Просто, да, как вы по традиции выходите летом в Кольцовский сквер. Расскажите об этом, что там нас ждет. Вы нас будете там ждать? Будем. Я не то, что я два раза в июне. Мы подробнее еще будут концерты, афиши вывешены. В общем-то, сейчас точно по датам не скажу. Но в июне, дорогие мои, вся филармония по традиции выступает в Кольцовском сквере. Наши прославленные коллективы, я не буду их перечислять, потому что я думаю, что вы все их прекрасно знаете. Мы все с большой радостью и с нетерпением всегда ждем эти встречи, потому что они наполнены такой теплотой, когда выходишь, и, вы знаете, рампы сцены, они не разделяют нас со зрителем, когда мы можем пообщаться просто вот в полуметре, да, друг с другом, поговорить, пофотографироваться, попеть вместе. В общем, для нас это такое всегда замечательное событие. «Лето в Кольцовском сквере», когда все коллективы приглашают наших жителей города на большой праздник перед отпуском погуляем. Да, будем следить за афишей. Оль, давайте вернемся к этим концертам. 10-11 мая, это 19 часов, Воронежская филармония. Каково это выступать с оркестром симфоническим вам? Для меня, как для народной певицы, в общем-то, меня позиционируют всегда с народной песней, для меня это большая ответственность. Это особое звучание, это особый репертуар. Соответственно, и своеобразная уже подача, даже как для вокалиста. Долго готовитесь? Готовимся, мы каждый день готовимся. Вы не думайте, да, что это так просто. Мы готовимся уже несколько месяцев к этим концертам. Вот сейчас самые главные репетиции. Маэстро едет, певец едет, и вот сейчас начинаются самые главные. Но мы все на своих местах очень долго прорабатываем репертуар, каждое слово, каждую подачу. Поверьте, что это большая ответственность. И для меня петь с симфоническим оркестром, одним из лучших оркестров России, ну, для меня это большая радость и честь, конечно. Вот, я с нетерпением. А тем более с Владом Бирюковым. Вы уже тем более не первый концерт. Мы не первый концерт. Очаровательный, обаятельный и с потрясающим голосом человек. Оля, в одном из интервью я беседовала с одной из солисток Воронежского русского народного хора. Она мне сказала, что когда они исполняют такую лирическую композицию, летят утки, то у кого горло подступает. Но солисты, но на то вы профессионалы, вы справляетесь с этим. Бывает ли у вас такое при исполнении военных композиций, когда нужно с эмоциями справляться? А вы знаете, вот вы сейчас задаете тот вопрос, с которым вот с этой не проблемой, а с проработкой некоторых песен мы сталкиваемся очень так тяжело и остро. Вот правда, на самом деле, вот у меня «Ребята, не пришедшие с войны» есть песня наших современных композиторов, Александра Ермакова. Вот я ее начинаю плачу, не могу. Вот начинаю петь, и вот три куплета проходят, и все, у меня слезы. Значит, и вот пока ты, наверное, раз сто ее не споешь, пока ты уже в себе ее не поселишь, вот просто представь, что ты там тоже вместе с ними, что нельзя расслабляться. Вообще не нужно волноваться, нужно волновать зрителя. Это ваши профессиональные. Спасибо вам большое, Оля, с праздником! Благодарю вас, с праздником! С днем Великой Победы! И увидимся с вами на вашем замечательном концерте. Спасибо. Спасибо большое. Это был «Вечер. Вместе этот и другие эфиры» вы можете увидеть на нашем интернет-канале. Напомню его адрес, tvdfizgubernia.ru Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго! Субтитры подогнали Симон.